Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема, что же будет, если просрочил кредит на один день. Я думаю, любой просроченный день у кредита часто вызывает панику какую-то, да, у заемщиков, особенно у тех, у кого хорошая кредитная история. И ведь просроченный день может зависеть даже не от того, когда оплатил заемщик за кредит. Может быть деньги не перевелись, может быть это была вина банка и произошла какая-то задержка, и в случае этого получился у вас просроченный один день. Но есть несколько видов просрочки, и от каждого периода зависит разный исход ситуации. В данном случае, если просрочка составляет от 1 до 3 дней, то она считается незначительной. В таком случае банк начинает напоминать о сроке платежа, присылает смс-сообщение и делает контрольный звонок. Клиенту может быть небольшой штраф, но в большинстве случаев данная ситуация разрешается просто устным предупреждением, потому что не всегда преднамеренно человек не платит такой маленький период времени ежемесячный платеж. Обычно это могут быть какие-то ситуационные какие-то проблемы. Также ситуационной задержкой по кредиту может считаться просрочка от 10 дней до 1 месяца. Там тоже ситуация может быть разная, там задержали зарплату, к примеру. Поэтому в данном случае банк также старается разобраться в причине задержки и соответственно узнать точную дату, когда будет произведен платеж. В данном случае больших каких-то ситуаций по испорченной кредитной истории не произойдет. Все равно банк, если вы действительно всегда платили и в данном случае произошла небольшая задержка, пойдет вам на уступки. Главное банк узнать дату, когда вы погасите данный платеж. Именно дату нужно знать будет банку. Вообще, знаете, складывая какие-то нюансы из ситуации по просрочкам, можно сделать вывод, что независимо от того, какой период времени у вас просроченные платежи, если вы будете скрываться от банка даже при условии одного просроченного дня, будете скрываться от банка, то банк будет считать вас как негативного клиента. Соответственно, даже может за 1-3 дня просроченного платежа испортить вам кредитную историю. Но если вы всегда находитесь на связи с банком, объясняете ситуацию, что да, я знаю, что у меня просрочено, такого-то числа я оплачу. То есть вы все объясняете, причину, по которой так произошло. Ситуации могут быть разные, но если вы банку об этом не сказали, банк и не узнает. Может быть, вы нарочно скрываетесь там, да, чтобы не платить кредит. Может быть, у вас действительно какая-то ситуационная проблема, которая решится через несколько дней. Поэтому главное с банком контактировать, все объяснять. И сотрудники банка такие же люди, как и заемщики. Соответственно, если вы все объяснили, то банк пойдет вам на уступки и всегда, не будет точнее, да, всегда делать назло и портить там ту же кредитную историю, заемщику, у которого до этого все было хорошо. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебеты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!